слышите рев музыки вот такие концерты у нас проходят почти каждые выходные а тут справа от меня парк музыка орет капец я тут стекло у меня грязное я даже сейчас еще раз объеду но это к вопросу что сакраменто тут нечего делать скучный город еще разочек короче рок какие-то рок-группы выступают они прошлый раз была не рок прошлый раз была такая какая-то короче простяцкая типа r&b вот смотрите с левой стороны вот такой квадрат парк он весь забором обнесён вход по пропускам для молодежи он народу тусит и вот полный парк велосипедов что-то и на стол внутри почти каждые выходные это проходит такое мероприятие я кружок объеду чтобы вам показать прикольно машина полицейская а на ней парень сидит на бампере и никаких проблем реально сел на бампер полицейской на такой силовой сбоку зараза не видно я кружок еще один да там торговля еды он всякая там эти автобусы как они называются такие где еду готовят и 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 вибрации от их от их динамиков у меня телефон трясется я думал от моего этого от кондиционера так ударные бухают пиво рекой а дима работает и и Субтитры делал DimaTorzok С другой стороны вон велосипеды красные. Видите, это Uber теперь напрокат сдаёт велосипеды. Подходишь, набирается Uber Jump. Подходишь там с телефона, разблокируешь и поехал. Взял велик, поехал возле дома, оставил. Оставить можешь где хочешь. У нас много ездит. Хотя знакомые ездили, говорят, не очень. Он тяжёлый очень. Там батарея встроенная, он электрический. Можно крутить педали, а потом часть пути можно проехать на электричестве, на электротяге. Чёрт, я сейчас этот Приус дараню. Ох и полицейский толстёчий. Или кто это? Это охрана, ставка. А, он на входе проверяет билеты. А, ID, наверное. Чтобы у всех было ID. Видите, очередь. И он проверяет. Вот такое мероприятие. Я уже второй раз такое тут застал. Ай, как солнце сильно светит. 7.30 вечера. Я вот подстегнул. Вот основное мероприятие. Ладно, поехал я работать. Наверное. Ну, заодно вам кусочек покажу Сакраменто. Пятничный вечер, туса. Кто-то говорит, что в Сакраменто скучно. Садитесь в Uber, лифт. Пятница вечер, суббота вечер. Эй, жёлтый. И увидите, скучно здесь или нет. Столько народу по барам, по ресторанам, по буллингам, по... Вот такие мероприятия всякие. На колэкспо концерты проходят постоянно. Ну, и солнце какое. Ничего не видно. Эх, тут постоим-станем. Ибо красный. О, кстати. А вот с правой стороны от нас железнодорожный вокзал. Вот это наш сакраментовский железнодорожный вокзал, которым мало кто пользуется. Вот. Но он действующий. Я отсюда даже пассажиров забирал. Я так вот сделаю. Видно, да. Вот сюда приходят поезда из Сан-Франциско. И... Я даже внутри не был. Дети меня все просят. Говорят, папа, давай как-нибудь посмотрим внутри. Вот это обычный железнодорожный вокзал. Ну, тут он не популярный. Я вот забирал пассажиров. Одни такие бедняки, знаете. Черные с семьями, с детьми. Люди бедные. Вот. Поэтому не очень. Поеду, наверное, в аэропорт прокачусь. Это шумно. Я закрою окно. Очень шумно. Видите, дорога бетонка. И когда по бетонке шины так громко едут. Ну, то есть, по бетонке когда едешь, очень громко. Когда на асфальте езжаешь, оно тише. А на бетоне очень шумно. Вот сейчас вам покажу дорогу на аэропорт. У нас аэропорт близко от Донтауна. Минут, наверное, 10 ехать. За 10 минут доедешь. Ну, из Донтауна я имею в виду. Ребята, мы сейчас в американском Волмарте с Яником. И мы просто удивляемся с наших китайских братьев. Вот как может стоить вот такая вот вещь. Вот я сначала вам цену не показываю, да. Смотрите, какая вещь. Надо сделать болтики, изготовить. Изготовить два корпуса. Вот тут написано, что это Китай, да. Made in China. Внутри, смотрите, есть элементы там. Какие-то они бронзовые или какие. Хотя, может, они стальные, просто покрыты чем-то, да. Но в любом случае, смотрите, вот такая двойная розеточка, да. Есть металлическая часть. Основа у нее. Моя резкость уходит немножко. У нее металлическая часть. Вот вставка такая, да. С болтиками совсем. И мы просто обалдели с Яником. Она стоит 62 цента. Вы можете себе представить? Целый вот такой блок 62 цента. И крышечка для этого блока. Есть крышечка для этого блока? А, крышечка для этого блока. А, вот она. А к нему крышечка стоит 27 центов. Он за светом еще прикольный. Капец, вообще. А за светом, смотри. Как оно дешево. Ну, а вот примитивный включатель, допустим. Ну, в Америке везде такие. Он очень примитивный, да, такой. Но тем не менее, да. Тем не менее, 67 центов. Sorry. Вот, он примитивный, да. И к нему стоит пластмасска. Просто пластмассочка. И... Все 62 цента. 62 цента стоит. Вообще, я не знаю, бедные китайцы, как они это все миллионами, что ли, производят? Ну, конечно, включатель примитивный, да. А вот розеточка вполне себе... Она американского типа. Она нормальная. Я так не нашел никакого подвоха, как электрик, да. Металлические части, хорошие болтики. Все прикручивается. Все хорошо. 62 цента. То есть, сущее копье. Хотя, рядышком, допустим, другой фирмы, да. Он есть за 3,38. Тоже в Китае? Ну, конечно, что делать. Made in China. Да, тоже в Китае. Другая фирма просто производит. Да, прикольно. Вот. Переключатель. Наш свет. Хотя бы ни как тут. Да, кстати, разница, да. Вот я не пью сразу наш свет, потому что вот такой включатель, лопатка. А в основном в Америке вот такие примитивные используются. Неудобно. Не так удобно. Ну, не знаю. Наверное, большинству людей. Хотя они привыкли. Они привыкли к бассейну. Привыкли, да. Им нравится как бы включатель, да включатель. В общем, что меня поразило, это цены. Что можно найти в Walmart дешево. Ну, вот, кстати, что это. А, это коробки. Я думал. Ладно. Интересная вещь. Заинтересовались. Посмотрели. Короче, ребята, я в стремном месте. Под названием. Под каким названием? Сейчас я вам скажу. Эль-Церрито. Ричмонд. Где-то между Ричмондом и Эль-Церрито. Короче, вот настоящее, настоящее трешовое место. Вон полиция, короче, авария была. Я просто случайно оказался в таком месте и думаю, надо заснять. Обычно я привожу пассажира и думаю, как отсюда побыстрее свалить. Я не подготовился. Надо быстро уезжать, потому что там полиция стоит. Я взял и встал. Прямо на дороге. Прикольно. Даже машину не глушил. Короче, такое трешовое пассажирку высадил. Одни мексиканцы и черные. Представьте, в огромном количестве. Сидят на улице. Кто мечтал увидеть людей, ходящих по тротуарам? Вот здесь еду, по тротуарам ходят. Вот такие треши. Вообще капец. Вот люди есть, гуляют, ходят. Вот смотрите, одни ресторанчики здесь. Все в решетках. Короче, капец. Я первый раз здесь, честно вам сказать. О, блин. Вот народ ходит по тротуарам. Вот. И есть тротуары. Я помню там все. Это русскоязычное сообщество. Тротуаров нет в Америке. Вот цель. Надписи все на испанском. Короче, вообще интереснейшее место. Ах, нет, самая такая улица прикольная не заснял. Смотрите, есть дома неплохие на вид, но такие, они маленькие. Но все, все в решетках. Везде сидят черные толпами. Я остановился в тенечке посмотреть маршрут. А на меня сразу так, оп, все вышли, стали дружные, смотрят. Что тут у нас снежок потерял? О, полиция! Треш, короче, реальный. Чуть ли не на каждой улице несется полиция. Это вообще. А я с аэропорта девочку забрал. Она всю дорогу на испанском. Я выучил испанский, короче. Маньяно телепортеро парабрели. Всю дорогу болбатала, кричала. Фух. Вот. Как бы рейс неплохой получился. по деньгам мне даже нравится. Вот. Ну, с учетом, что в пробке постоят. Оп, опять полиция. Вот видите, как она. капец. Я не вот понесся куда-то. Окей, окей, окей. Сигнал летит. И вот такие уже они. Вот у нас в Сакраменто ну, чуть зазевался, чуть-чуть подождут. Если уже долго так немножко стоишь, то есть по сигнале. Здесь, во, просто секунда у всех просто горит. ты, блин, не пустил меня. Ездит в телефон, втыкает. Где ж ты меня увидел? В общем, вот такие вот есть тут трешовое место, места. Вот. Видите, тротуары для них. Как я раньше и говорил. где есть, где тротуары и где люди гуляют по тротуарам, это всегда бедные места. Потому что в богатых местах не нужны никому тротуары. Сели в машину и поехали. А вот как только бедное место и тротуары, и люди на тротуарах. Миллионы маленьких всяких заведений. Все в решетках. Вот. Я даже не знаю, как тут жить. Тут даже если более-менее две улицы хорошие будут. Так. Я тут даже заказы не беру. Вот заказ за заказами. Я когда-то черненькую девочку здесь взял. Она мне говорит, ой, хорошо, что ты приехал. Спасибо, спасибо. Я говорю, то как что спасибо, что у вас машин тут нету. Она говорит, ой, нет, здесь так долго ждешь всегда. Никто не хочет ехать. Какой-то ты вот приехал. Я думаю, ну да, дурак, не знал. Взял и приехал. Она говорит, у нас проблема вызвать такси. Ага. Понятно теперь, чего проблема. Сюда нормальные люди заезжать не хотят. Вы тут друг друга надо, чтобы они возили. Взяли все, зарегистрировались. И возите тут своих. Прикур. 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 Вот в испанском стиле видят все дома такие тут везде. Ну, старые места, видите, ничего нового. В Америке очень интересно строительство происходит. У нас вот, допустим, старое место, да, кто-то купил дешево, да, взял, снес дом хороший себе построил. Тут такого нет. Тут я такое видел в Рио-Линде, но удовольствия, думаю, мало. Вокруг трэш, и ты себе взял дом построил, коттедж. Хороший. Ай, блин, это ужас. А здесь так вообще никто не делает. То есть, 99% людей в Америке так в жизни не поступят, да. ну и что, что место дешевое, так как жить в нем, в этом дешевом месте. Эй, ты второй раз смотришь свой телефон, теперь я тебе посигналю. Сиди в телефон, втыкает, ну вообще, блин, молодец, даже не реагирует. Короче, я вот тут захотел заехать в какой-то парк, и вроде Костка здесь есть. Я никогда тут не ездил. Так вот, что я говорю, что интересно, что здесь у людей есть деньги, и они и покупают в том месте, где такие же у кого есть деньги. А вот бедные, они всегда живут без бедными. А если ты там какой-то бизнес открыл и разбогател, то не надо жить с бедными. Люди уезжают в более дорогое место, ты разбогател и едешь жить в хорошее место, там, где все разбогатели. Видите, как оно получается. А если вы ведетесь вот на такое, да, купите все таки, потому что я вот таких людей знаю, ну, встречал просто, я по жизни встречал, которые повелись на дешевое место, купили, и вот они потом вот так всю жизнь маются, так думают, блин. Ну, если у них есть что добавить, они, конечно, продадут и уедут. А вот я общался с людьми, которые купили дом, ну, второй раз собирать, говорят, мы так долго работали, собирали, купили, а место стало еще хуже, чем когда мы купили его, потому что нормальные люди быстренько продали, выехали, а они нормальные остались. Они говорят, блин, теперь такой трэш вокруг, и что делать. Ну, говорят, да, было дешево, но еще более-менее жили люди как-то. То есть, за 20 лет район превратился в полный трэш, а у людей больше нет денег добавить, чтобы купить лучше, да, что-то не собирается у них. И вот так живут, вот так вот один раз сделали выбор неправильный, и все. И вынуждены уже жить вот в таких условиях. Вот так бывает в Америке. Наши, в основном в такую вот систему попадают наши, потому что менталитет, знаете, на дешевку, наш человек падки на дешевку, да, потому что жил в бедности такой относительной, да, и он падки на дешевку, да, он где-то что-то. А дешевка здесь в Америке, она просто так не бывает, тут все просчитано. Раз дешево, значит, есть причины, почему оно дешево. Просто так не может быть дешево. Все продается через риэлторов, и просто так дешево не может быть. Риэлтор не дурак, да, он хочет больше заработать. Если есть возможность ваш дом продать дороже, он его продаст. Никогда риэлтор не поможет вам купить или там продать дешевле. Не слушайте байки, я уже общался тут и анализировал. Риэлторы, все эти фирмы, все сидят на проценте, и они, все это басни, что он поможет. Он поможет найти хорошее, лучшее, может быть лучшее, чуть дороже, но хорошее. Это да. То есть, у него там есть возможности какие-то свои, больше сайтов он знает, больше времени. Вот это да. То есть, у вас какие-то запросы там индивидуальные есть. Хороший риэлтор. Я когда читал обзор, не обзор, а сравнение, как бы, наших риэлторов и американских. Сейчас того блогера нету, был такой блогер один. Вот. И он как-то, вот он для американцев работал и говорил, почему наши неправильно работают. Наши, говорит, думают, что надо найти подешевле. Говорит, а это неправильно. Потому что повелся человек, ну да, дешевле. А ведь ты купил не то, что хотел. А тем более, когда еще деньги были, да, а ты ему взял, предложил, видишь, дешевле. О, Костка, всю жизнь я тут ездил рядом, никогда не знал, что тут есть Костка. Ё-моё. Сейчас глянул на карту. Костка, тут и заправка дешевле. И перекусить можно, и всех зайцев убить. Вот. И погулять ездить. Тут вот залив сбоку. Прямо, смотрите, на берегу залива. А вот. Я, наверное, заправлюсь сразу. И вот получается, что покупать жилье надо вдумчиво. если доходы прут, то, знаете, к ним трогать. Первое я купил, да и ладно. Пожил, потом дальше переехал. О, там в конце парк. А ну, давайте, я пока камера включена, я в парк съезжу, покажу вам парк. Ну, тут, короче, заправочка Костковская, будет бензинчик дешевле. Мы тут сейчас заправимся, перекусим. Я первый раз тут. Вот. Смотрите, какой парчок. Вот у меня все спрашивают, Дима, где ты ночуешь, где ты находишь места? А вы это... О, тенечек, смотрите, туалет, все есть. Залив. Я говорю, так а вы заедете? Ну, когда заезжать, говорит, работать надо. Ну, боже, ну, тогда работай. Чего спрашиваешь? Зачем тебе места? Иди, работай, пошив, калывай, не отвлекайся. Люди готовы весь световой день, это жопа в мыле, за руля не вылазит. Потом не знаю, где даже заночевать. У меня мест заночевать миллионы. Я просто о них не рассказываю, может, кого-то злит. Не, рассказываю только тем, кто подписался ко мне на мой этот на реферал. Вот кто по рефералу, я всем рассказываю, а остальным не рассказываю. Вот. Ну, и то, есть такие места, я не хочу рассказать, потому что есть место такое индивидуальное, да, где я тихонечко один приехал, спрятался. такое место я вообще никому не расскажу. Я могу спокойно в тенечке заночевать, и никого нету, и других людей нету. Поэтому, есть и такие места, понимаете. сейчас мы с вами перейдемся. Причем приложение я даже не выключал, если будет хороший заказ, я, конечно же, его возьму. Хотя сомневаюсь, что подсихоньку будет заказ. Вот. Единственная разница, единственный минус вот это место, вот этого залива, здесь всегда холодно. Я даже в этом гугле почитал, что тут всегда ветрено, и всегда прохладненько. Вот. И батарейка у меня сейчас сядет. Смотрите, как красиво. Я пока не могу сориентироваться. Вот я вам недавно был, снимал вот там. Там у нас Эль-Цирито, есть тут где-то рядом Эль-Цирито, и за ним это вот какие-то плавные притки. Ветрюкан дует, капец. Вот такой парчок по дороге в Сан-Франк. Можно остановиться, вот даже, да, пройти погулять с детьми. Тут залив. Звук, конечно, задувать будет. Рядышком Костка заправиться можно, перекусить можно. Всех зайцев можно убить. Если погода спокойная, можно даже взять с собой каяк и по заливчику так чуть-чуть вдоль так по береговой линии проплыть. Прикольно, да? А, вон Сан-Франциско. Короче, вон Сан-Франциско, вон мост. А, это не самый это как его Treasure Island остров. А он с этим парусник несется на парусе. Смотрите, как ветер использует. Классно. Я тоже хотел бы тут погонять. Вон ребята лодку складывают какое-то. В общем-то, я так неожиданно видос хотел про город снять, а тут оказывается у меня целая тема пошла. Ветер дует, капец. Представьте, как в Сан-Франциско с погодой. Ну, не в самом Сан-Франциско, а Беерия, да? Вот я только что я выезжал, откуда я выезжал? Выезжал из Маунтин-Вью. И там было жарко, да? Около 7 79, около 80 градусов, да? По Фаренгер. Я не знаю, как в Цельсии не было вообще. 80 было. В общем-то, по температуре жарковато, пришлось включить кондиционер. Я с пассажирами с включенным кондиционером приехал в аэропорт Сан-Франциско. В аэропорту одного пассажира высадил и уже тучи так, прямо-таки тучи мокрые. А вон поезд идет на Сан-Франц. Смотрите, вон, видите, блестящий. А, застал я его. Видите? Амтрак. тогда поезд пошел на Окланд. И как-то он, по-моему, в Сан-Франц приходит тоже. Чуть бы и раньше. Ну, в общем, я думаю, вы его увидели. Он там, вон, он уходит. Поездок. Вот. И, в общем-то, я одного пассажира высадил, а следующего в город везу тучи, солнце пропало, холод. 59 градусов. Потом приехал в Окланд. Тут вообще 55. И из Окланда вот сюда приезжаю. Сейчас 62. В общем, такая погода. То дубак, то это. Буквально 20 миль проезжаешь. 5 миль проезжаешь, погода меняется. совершенно разная погода. Смотрите, какое место прикольно. Я не знаю, можно ли здесь, нужно ли здесь сделать резервейшн, чтобы столик занять. Но такая бухта. В общем, прикольно погулять. Канал есть. Даже на каяке прикольно. Так можно, если не ветреная сильная погода. Вот. Ого, шарики надулы, эти раздувают мыльные пузыри гигантские. Смотрите, так по каналам. Тут так неплохо можно покаячить. Я это возьму место на заметку для каякинга. Смотрите, прикольно. Такой остров. На острове парк. Как бы на острове поветер пропал. На острове парк. И на острове стоит костка с заправкой. А больше ничего нет. Я так понял, только заправка и костка. А вот тут тоже парк какой-то огорожен. Смотри, с собаками гуляют. Но он огорожен сеткой, там не подойдешь к воде почему-то. Либо специально для собак, или что. Какой-то, наверное, док-парк. Хотя тут тоже все с собаками. Ой, сколько собак. Я туда не пойду. Я не люблю куда столько собак. Пошел я в костку. Но то, что есть канал, мне нравится. Блин, взял на каяки.